А-а-а! Почему ты нуждся? Почему ты нуждся? А-а-а! А-а-а! Это моя история, но не твоя. Просто смешно. А-а-а! Я думал, что я была в гости, как Моэра Холли. Ты была хорошей семьей? Моэра и я очень боролись. А-а-а! Это потому, что она использовала плохой. Она просто сделала это, чтобы меня отзывал. Я единственная, которая была в гости. Сейчас мы идем обратно. Этими же пещерами. Этим же всем. Пока они идут и говорят ни о чем, хочу сказать. А для тех, кому интересно, что я сегодня посмотрел. Этот инди-хоррор Гектор. Он же Гектор. Не стал даже первый взгляд по нему делать, потому что это просто дикое говно. Во-первых, настройки игры в меню паузы можно только чувствительность мыши поднять или убавить. Если хочешь отрегулировать звук, качество графики. Выходишь в мейн-меню. И после того, как жмешь вернуться в игру, ты начинаешь с контрольной точки. Контрольная точка, как я понимаю, только в начале уровня. Там и дальше нигде нету. Это абсолютный клоун Амнезии и Дейлайта. Значит, уровни генерируются рандомно, как во всех дебильных инди-хоррорах. Значит, освещаешь себе путь зажигалкой, что полное говно. Но я уже говорил, что чем меньше света, видимо, в хорроре, тем страшнее в него играть. Поэтому можно отследить по источникам света, эволюция хоррора. Сначала это был фонарик, потом это была лампа в Амнезии, а затем всё, у неё ноги прошли, что ли? Ты снова можешь ходить? Потом это были камеры с ночным видением из Outlast, которые очень быстро кончаются с батарейки. И вот в Гекторе зажигалка. Я базарюсь, что очень скоро хорроры будут, знаете, где будешь освещать себе дорогу спичками, брелком для ключей и экраном Нокии, например. То есть ни хрена не видно, Гектор боится, когда он боится камеру... Камера просто осуществляет, я не знаю, чудовищные метаморфозы, которые вызывают тошноту, потому что всё что-то плавает, как, блядь, гнётся, хуй поймёшь, что-то черно-белое, лиловое, фиолетовое. Не знаю, как там насчёт графики, я не разглядел, потому что даже когда, казалось бы, в игре есть свет, всё равно ни хрена ничего не видно. Потом, правда, находишь фонарик там, вроде где-то. Монстры, конечно, там просто мега тупые, могут бежать на тебя по коридору, наткнуться на коробку и застрять. То есть абсолютно неч, не на что там смотреть. Игра говно. Впрочем, каким-нибудь школьникам обязательно понравится, потому что на каждую дерьмовую игру есть свои школьники. Не-не-не! Он как бы, знаете, он как бы не умирал, а такой поднял руку, гаачал, говорит, не-не-не-не-не! Я живой, я живой! Я в порядке, пацаны! Ладно, к чёрту Гектор у нас. Полчасика... Ой, блядь! Ёбаный в рот. Я так запоникал, что даже оружие не переключил. Бейте маленькую девочку, чего вы на меня напали? Она же ребёнок, она быстро заживает. Но не безопаснее здесь. Ты в порядке? Да. Ты? Ты? Тем более она могла бы меня и предупредить, что тут за поворотом враги, но она этого не сделала. Она промолчала. Ну что, ханурики, вставайте. Нет, не хотят вставать. Потому что здесь... Тараканы. Видимо, тараканы сгрызли ноги в зомбаре, и они не могут встать, поэтому... Может ли в игре быть враг тупи тараканов? Может. В Гекторе. Живучие враги-то, мать его. Даже когда он вроде бы собирается подохнуть, на самом деле он стоит, шатается, но не умирает. Ну, у Барри, слава богу, фонарик так фонарик. И удар такой прям матросский, прям с замахом с таким... Со всей рабочей крестьянской ненавистью к загнивающему капитализму. Записка? А, кирпич. Да нахрен надо. Опа! Здравствуйте. Он тоже, видите ли... Видите, да? Хотел меня хуком справа убрать. А-а-а! Вот теперь мне пригодится эта клетка. Значит, я Мойрой сбросил её для Барри. Он, видите, он говорит... А-а-а! Мне похуй! Так... Ящик с деталями. Заметь, когда подбираешь их, тебе не пишут сразу, что за деталь ты собрал. Ящик с деталями. Congratulations! Иди к станку и там может быть... Нет, ну не может быть, и там ты узнаешь наконец, что нашёл. То есть... А может быть у меня нет места в инвентаре, я бы выкинул эту вещь. Она бросила у него кирпич, смотрите. О, я вижу там калашников впереди. Что это такое? Так, кирпич снова у неё в лапках. Подождите. Ящик с деталями, видите? Совершенно точно не написано, с какими именно деталями. Так, тут никого. О! И кто же это здесь оставил, этот... Неизвестный автомат? Непонятно вообще, что это. В интернете так много споров иногда возникает. Вокруг АК-47 это или АК-74. Ну, особенно, конечно, по поводу очередных каких-нибудь фоток или видео с Украины. Кто-то начинает кричать, что вот таких вот автоматов у Украины нет. Причём эти люди, скорее всего, в армии не были и понятия не имеют, что там есть, что там нет. Так... Ещё патроны. А как же всё-таки... Ой, а может, Наталья мне скажет, как мне взять этот автомат? А то это буржуйская винтовка НСР-47. Ха! Тоже, смотрите, НСР-47. А там, наверное, АК-47. Популярные цифры для автомата, я так понимаю, да? Итак, ты с чутьём. А не, я думаю, что эта дверь просто где-то в другом месте, скорее всего, открывается. Могли бы, знаете, оружие подкидывать таким образом, чтобы его получал только тот, кто может разгадать какой-нибудь секрет. То есть... Головоломочка, приз в которой будет оружие. Как бы можешь без неё обойтись, но... С... С ним, сука, прикольнее. Ура! Ура! Ёп твою мать! Всё-таки веером от бедра самая надёжная. Прошёлся из стороны в сторону всяко попадёшь. Так, а здесь этот бич был. Сидорович, ёпта, Сидорович, нахрен, из сталкера здесь. Вон он, помер. Одним летом... Она так спросила, как будто она в этой игре впервые видит труп. Или она его знала. Или она его знала. О! Айфон! Что-то маленький какой-то. Мама... Болли, это я. Я думаю, это конец. Я хотела сказать тебе, что я люблю тебя. Берри... Как обычно, тупая тёлка может раскаяться во всём только перед смертью. Нет. Ты не плохая. Берри... Это, кстати, по-моему, генерал-полковник. Хе-хе-хе. Поехали. Поехали. Я буду разрушить эту землю, за то, что это сделал ей. Барри злится борьбить. Так. Здесь ничего. Какие-то записочки, я вижу. 88-й год, 19-е, 07-е. Дневник Старикана. Мне надо развивать навыки письма. Буду каждый день вести... Десять страниц! Вот сука! Пишу каждый день, но у меня нет слов. Но теперь есть важная причина. Сегодня на свет появился мой первый ребёнок. Её мать назвала её Ириной. Так звали мою бабушку. Я против, но не смогу переубедить эту упрямицу. У неё глаза и нос отца орут матери. Мы вырастили девочку здоровой и сильной. В этом году на острове снова хорошая атмосфера. Добыча идёт хорошо. Сейчас мне живётся довольно неплохо. Так, хочу, чтобы Ирине жилось так же, когда она станет старше. Это теперь моя родительская обязанность. 94-й год. Несмотря на то, что он сказал, что будет писать каждый день между этими сообщениями. Смотрите, ровно сколько? Ровно шесть лет. Тот же день, только шесть лет спустя. Ирине уже шесть. А, ну да. Ха-ха-ха. 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 Блин. Можно было и не считать. Как время... Как время-то летит, Хитрий. Она так любит копировать мать. Мать это теперь не может. Наверное, потому что дочь её копирует идеально. Крошка очень умная. Любит математику. Её бабушка тоже математику любила. В шесть лет ребёнок любит математику. Это в то время, как, по-моему, в нашей школе с семи лет ты только узнаёшь, что это такое. Улыбка Ирины помогает отвлечься от волнений. В шахтах стало опасно. И теперь они не приносят денег. Состояние острова всё ухудшается. Может, и я без работы останусь. Но это сейчас не время волноваться. Этот остров наш дом. И я хочу его передать крошке в хорошем состоянии. Это теперь моя родительская обязанность. Второй раз он уже про родительскую обязанность пишет. Ирине стукнуло двенадцать. Она уже бунтует. С каждым днём всё больше похоже на свою грёбаную мать. Но я не понимаю женщин. И теперь я её смущаю, пока ей не понадобятся деньги или помощь. Кстати, в двенадцать лет ей нужны деньги. Нет. Я не спорю, бабки нужны всем и всегда, но... Ладно. Кстати, о женщинах и деньгах. Начинает философствовать старик. На остров прибывает одна женщина и обещает восстановить промышленность. Теперь у меня есть работа. Я помогаю строить новый объект в шахте. Я думал, что шахте конец, но она нашла для неё применение. Её все обожают. Зовут спасительницы, покровительницы. Мать всегда мне говорила, не верь людям с деньгами. Бедный рабочий надёжнее богатого капиталиста. Хороший совет. Но богатая женщина нам помогает. 2008 год. Сегодня двадцатилетие Ирины. Мне бы праздновать, а я волнуюсь. На следующей неделе она пойдёт работать в шахты. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Старик всё-таки сделал то, что хотел. Передал ей остров таким, каким он его сам застал. То есть она тоже пойдёт махать киркой. Я был против, но крошка меня слушать не стала. Она уже много лет меня не слушает. Зачем делать это сейчас? Ирина упрямая, прямо как отец. Так она всегда говорила. Думаю, она была права. Не уж то уже год, как ты от нас ушла, дорогая. Не верю я людям на объекте. С ними что-то не так. А остальные считают меня упрямым стариком. Может и Ирина тоже. Но я знаю, что прав. Надеюсь лишь, что Ирина это очень скоро поймёт. 2009. Ирину я не видел уже почти год. С нашим домом творит что-то плохое. Люди заболели. Другие вещи я не могу объяснить. Знаю, всё это из-за той женщины. От неё пахнет злом и шептунами. Это место должно было стать Ирине домом. Но уже поздно. Я покидаю этот город. Всё. Остров, мой дом. Я не уйду. Идти некуда. Пойду в канализацию. Там и останусь. Ситуация ухудшается. Я это знаю. Ирина, держись. Я тебя найду. Обещаю. Крошка, кроме тебя, твоего отца, ни хрена не осталось. Да. Это глубокомысленная очень... Ой, опять снайперка. Глубокомысленная очень записка. То есть, отображает, знаете, всю иронию человеческих планов на завтра. Вот как жизнь пролетела просто стремительно. Удивительно, кстати, что дед уже скис. Смотрите, дед лежит синий, а зайчик всё ещё свеженький висит. Удивительно, что он его подстрелил в канализации. То есть, дед помер, Ирина в жопе. Вот так вот прошла жизнь. Дерьмо, депрессия и другие слова. Так, скорострельность уровень 3. Скорострельность, я думаю, надо по-любому в пистолет пихать. Вообще ни одного гаджета на вооружение. Не-не-не, никакой I will, я хочу. Автомат. Калашников. Дымовой порошок. У меня мой инвентарь уже зачухан бедный. Сочетание с чем-нибудь, честно, сочетаю. И отдам это всё мелкой. Кидает кирпич, может, когда-нибудь и гранату бросит. Смогёт. Сука, где открывается? О, шикардос. Может, я теперь этим... О, пахучий химикат. Чем пахучий химикат отличается от дымного порошка. Может, я этим ключом смогу открыть ворота и забрать свой автомат. Потому что я хочу автомат поменять. Я хочу вон тот, он явно круче. О, а я понял. Вот она. Как присесть-то, ёптель? Нет, она не ползёт туда. Сука, наёбка какая-то, походу. Ага. Наверху, наверху рычажок-то. Надо малую туда забросить каким-то раком. А-а-а. Да-да-да. Эй, нет-нет-нет. Клетка. Точно. Всё. Мой автомат будет... Эх, благодать. А я этот автомат не прокачивал. Ну ладно, сейчас зайду, посмотрю, что там с гаджетами. Интересно, он мелкую отправит или сам пойдёт? Интересно, кто там умудрился этот автомат обронить? Пройти за закрытую дверью, вранить там автомат? А сам куда-то делся. Вероятно, под слоем штукатурки лежит. Вопреки ожиданиям, малая за мной не пошла. Итак. Ты чё? Вопреки ожиданиям, малая за мной не пошла. Чё-то я нихера не понял. А дальше чё? Может мелкая? Сообразить, что надо сделать. Барри-то тупенький, походу. Давай, господи. Ёптать. Ой. Пошёл нахер отсюда. Патроны к штурмовой винтовке. Аж целых восемь. Страшное количество. Ёбнуться. Да, ребята. Вот тебе, блядь, автомат нахуй. Миллион автоматов. Все тебе. Говно. Ой, дай. Шатал я в рот нахер. Говно, не загадка. Нихуя не понял. Может они сами, наверное, забыли там ручку сделать. Либо её надо где-то найти, потом вернуться, блядь. Вставить её. Ебал я. Тем более, если соваки полетят, они потом где-нибудь ещё на дороге мне его положат. Козлы. Блядь, ну и говно в натуре ёбнуться. Просто потеря времени нахуй, блядь, на ни на что. Удивительно, как он эту ролету подымает. Знаете, она, блядь, весит просто дохера, овер дохера. Хотя нет у нас. Они пошире были. Может это и лёгкое. Ну, по-моему, хер бы он её так поднял. Более один. О, вот этот руль это не то, что мне надо отнести туда и забрать автомат. Смотрите, сейчас он 100% фо. Открутит. Чё-то эти проверки труповыстрелом наносят серьёзный урон по моему боезапасу. Надо бы ножом начинать от них тыкать. Ножом начинать от них тыкать. Нет, пока в бойске не открыть. Ну, тут начинается вообще. А, я вижу. Девочка может догадаться пролезть только там, где есть уже чьи-то следы. Если следов нет, она... Ну, вот как там, тоже же дырка была. И с кирпичом по лестнице она тоже не лазит. Положил бы себе его в капюшон, я не знаю. Наталья, ты можешь открыть слюзь от этой стороны? Окей, держись! Патроны для снайперки как бы намекают, что пострелять всё-таки придёт сейчас. И по возможности очень-очень точно пострелять. Вот этот протухший наверняка встанет, сука. Наталья сама нихера не хочет поворачивать, я так понимаю, да? А понимаю я обычно правильно. О! 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 А чё тут? Все оживают что ли? О! 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 Началась мега-вялая драка. Так, хорошо. Всё, в принципе, довольно неплохо, но патронов нету. Зато есть дохера дымного порошка. Который вообще, нахрен, ни при каких обстоятельствах в этой игре нахер не нужен. Вместе с этой дымовой завесой, блин. Зачем? Я ж, блядь, это ж не Counter-Strike, ёптую мать. Зомби похуй, дым тут или не дым. Как мне кажется. А кажется мне обычно всегда правильным. Да. Этот уровень просто мега-скучный. И зачем это? А! О, боже. Это на ту толпу, которая там лежала, можно было её так взорвать. Берри, стрельни эту вещь в мою сторону! Пристрелить тварь у тебя на пути? Какую тварь? Ограду, что ли? Тварь. Господи, перевод. Не ори на ребёнка. О, блядь. Берри, да ты слепой. Неужели он не встанет, вот этот зомбарь? Там собака, я вижу, ходит впереди. Ну-ка, отпусти-ка эту хуйню. На этот раз сразу скину эту говну. Дабы убить всю толпу этих собак, которых там, видимо, много. Блядь, интересно ли мне крутить этот вентиль пять минут? Вопрос, конечно, блядь, риторический. Как там в баре дела? Нет, нет, нет. А, всё. Случайно нажал на Б. Думал, что случится непоправимое. Блядь, свиноподобные собаки напали. А у меня, блядь, джойстик в руках. Ни хуя не прицелится им. Походу, что я сдох, да? Ты, блядь, как это классно играть на джойстике, господи. Супер. Дело в том, что если бы была в этой игре настройка чувствительности не только камеры, а настройка чувствительности именно когда ты целишься, я бы этих собак перебил. Вот, смотрите, на мышке. То же самое на мышке. Ну, плюс я ещё был более готов к этому. Да, там сзади лежит взрывная бочка, но это надо отступить, чтобы разорвать. Так, впадло. Или вон впереди тоже была взрывная бочка, но это надо было идти вперёд. Или это огнетушитель, но он, видимо, тоже взрывается. Всё, что красное и похоже на бочку, всё должно дезонировать. зомби покажет мне проход сейчас, видимо. Я снова на джойстике, как видно по стрельбе, да? Он такое ощущение, что перед смертью издаёт какой-то одному ему слышимый боевой клич. Да, одной пулей разбиваю в дрова просто. У тебя ограды. Я думал, мне послышалось. Но эти зомби совсем охренели. Так, давай-ка, девочка, поройся. Вау, тройной. Ставлю на то, что там лежит золотая запчасть для оружия. Я уже уловил общую концепцию сундуков. Если на три замка там золотая, на два замка там зелёная и серая, на один там какая-нибудь дерьмо, типа коробка патронов. Блядь, уёбища ебаная, не взлом, заебал он уже, нахуй. Ура, ну. Да, угадайте, кто был прав. О, боже. Ой, бля. Он сдох. Немножечко, да. Сколько тут, о. Сколько тут ценностей. Восемь патронов. Она, она что, всегда по восемь патронов находит? Так, впереди ещё один обморок. Упс, по-моему, я Наташку немножко задел. Всё-таки огнетушитель это тупо дымовая завеса. Который как раз недавно и обосрал. Так, и вот они снова вместе, да? Нет, ещё нет. Господи, как это долго. Вот если бы это вдвоём проходить, именно в онлайн-режиме, а не на одном компе, цены бы не было. Но одному сначала идти внизу, потом вверху. Такая чушь. Какая ты, блин, молодец. Благо, что и не надо стоять рядом со мной, чтобы мне что-то передавать. Бутылка-ловушка. Да. Бутылка-ловушка это что-то новое прям. Я знаю, только бутылка-ловушка там, не знаю, для светлячков. Она же типа фонарик. Так, Барри немного отстаёт. О, её видно стало. Так вот зачем этот химикат. Он её облепливает невидимую, и она становится видимой. Неплохо. Чё это было? Музыка так заиграла, как будто кто-то зарычал. Я слежу за тобой, босоногий мальчик. Я слуз. Шлюз на их языке, я слуз. Как оригинально. Ну давай, господи, ты, ёпты. Мешочек ты с говнецом. Вау. Ну, Барри-то похуй, что он здесь стоит. Я не понимаю, малая когда-нибудь слезет вниз, там внизу сундук всё-таки. А он просто маугли, смотрите, лазит где-то. И не страшно же, что сейчас всё рухнет просто вниз. Пофигу. И не рванёт, да? С такой высоты баллон упал, пофигу. Немножко бесконечный уровень, уже, честно, подзатрахал. Упс. Сразу два бича. Барри. Барри, быстрее. Даталия, посмотрим, как ты можешь получить это открыто. Падет, он становится ближе. Монстры пришли. Он становится ближе. По-моему, я сейчас немножечко сдохну. Блядь. Ебища. Она ещё и ваншотит, нахуй. Главное, откуда она сзади-то взялась, блядь. Да, и обосрала меня ещё своими личинками. Вообще, молодец. Блядь, как меня заебал этот Барри. Как меня заебала эта вся игра. Какое говно. Действительно, блядь, это настолько неинтересно, что охуеть можно просто. Не знаю, что может быть менее, блядь, интересно, чем игра за двух персонажей, блядь. Сразу, когда один тупой, второй, блядь, слепой, нахуй. Чего? Где, блядь? Кто, нахуй? Пошла, заткнись, блядь. Блядь, да пошла-то. А вот муха и сдохла, наступив на вражескую мину. Единственный минус домовых гранат всяких, это то, что от них начинаются лаги тут же. И тут еще одна муха, да? Заебись. Но... Наталья ее не видит отсюда, блядь, но орет. Да заебись, блядь, да охуительно, блядь. Вообще класс. Заебата, блядь. Как придумали за такую пиздатость, блядь. Наверное, нахуй всем капкомом, блядь, совещались, чтобы придумали что-нибудь, блядь, охуительное, блядь. Вот такое вот, блядь, вот это. Супер, нахуй, заебись. Мои, блядь, моё почтение, нахуй, этому разработчику, блядь, за это говно. Ебанутая, блядь, дерьмо, нахуй. Настоящая, блядь, хуйня. Да, блядь, просто нахуй мне, блядь, нету слов, я ебу. Я знаю, что они себе это представляли, что это будет пиздато, когда играешь в двоих... Заебало ты лагать уже, нахуй, в ёбище, в натуре, блядь. Знаешь, что они себе представляли, что будут играть люди вдвоём, блядь. Один будет говорить, где, где враг, а второй будет кричать, да вот там, вот там. И никто не представлял, что, блядь, будут играть люди, блядь, в жало, потому что, нахуй, делить с кем-то монитор, это полная хуйня, блядь, в 2015 году, блядь. Будешь переключать, пытаться посмотреть, потом тут же переключать, блядь, пытаться стрелять, нахуй, и всё это будет просто полное дерьмо, блядь. Об этом, нахуй, этот ебанутый капком нихуя даже не задумался, да? Ну, правильно, хуйня. Что, капком игры делать не умеет, что ли? Умеет, блядь, надо за говно нас держать, да? Дохни там, нахуй, блядь. Раз, сука, и навсегда, блядь, говно. Тем более, что Наталья в этот момент, блядь, нихуя ничего там не открывает, блядь. Бомжи муху закрыли, блядь, своими телами, я знаю. Заебись. В начале лестницы. Что за хуйняк, господи, пашутка, блядь. Ну, ты посори, блядь, а. Где она стоит-то, блядь? Конец-то, блядь. Появился шанс, блядь, пройти этот охуительный момент. Если Тернаталия, блядь, не сдохнет здесь внезапно. Крути свою хуйню сама. Сама она ничего, блядь, не крутит. Блядь. Вот я должен, сука, одновременно, блядь, играть Наталью и крутить этот руль ебаный, и одновременно еще забарею, и ее прикрывать, блядь. Очень классно. Супер, нахуй. Заебись. Не жалею эпитетов, блядь, хвалебных. Да заебись вообще, блядь, нахуй, это решетка очень классно открывается, блядь. Чуть-чуть, блядь, нажал в сторону, блядь, стих, нахуй, она отошла, решетка ебнулась, блядь. Все по-новой. Что за игры делают в последнее время, блядь? Что Гектор, что это резьба, это, блядь, просто охренеть. Но если Гектор это инди-игра, то Капком-то это нихуя не инди-разработчик, мне кажется. Мне кажется, это чертовски богатая компания, у которой есть деньги. Деньги, блядь, смотрите, я скомбинировал на две травы в инвентаре у баре, блядь, и результат передался Наталье, это логично. То есть тут все так продумано, все очень удобно, сочень, блядь. Он становится ближе! Вон там, вон там, вон там, вон там, вон там, вон там, вон там! Я думаю, надо бежать, нахуй, Наташа. Заебали эти мухи уже, слышь. Ой, боже. Что? Что за музыка-то, блядь? Как будто не сейф взламываю, а бомбу разминирую. Вот вот сейчас не тот провод... И сзади меня еще 20 мух как будто стоит. Еще и джойстик вибрирует. Золотые запчасти, да? Нет. В этот раз эластичный пакет для баре. Натяни на голову, гондон. Ну. Приблизились ли мы к выходу из этого уровня? Ну, на пару шагов-то безусловно. Но, сука, не больше. Впервые, по-моему, Барри за всю игру испытывает... Испытывает какую-то нехватку патронов. Ну, где? Где? Что ты пиздишь? А, это там сзади. Ну, этому не похеру, что он там сзади. Это типа... Она там, типа, знаешь, такая ловушка стоит, ждет. Любителей рашнуть. А может там сундук с той стороны? Ну, мне насрать уже абсолютно. Собирать это говно уже. Зломать это говно. То еще занятие. Ну, раз мы выбрались из этой канализации, я думаю, что на этом серии закончится, потому что это... Просто она меня уже надоела, блядь, в почках сидит. Так что имя жмите, что имя пишите, а дьё.